Петр Барбашов, Юрий Гагарин, Александр Суворов. У каждого свой герой. Во Владикавказе и Беслане наградили участников конкурса детского творчества «Слава России». Если в прошлом организаторы оценивали чуть больше 300 работ из 53 регионов, то в этот раз жюри пришлось просмотреть 12 600 рисунков со всех регионов страны. Из них 18 посвящены Беслану. Весь год дети рисовали портреты тех, кого они считают героями России. Причем среди них не только исторические фигуры. Многие изобразили своих дедушек, воевавших в Афганистане. Самой популярной стала личность Юрия Гагарина. На конкурс прислали несколько сотен портретов космонавта. Да, я в этом конкурсе участвую первый раз. Я представляла работу великого российского полководца Александра Васильевича Суворова. Таких легендарных личностей забывать нельзя. Надо помнить этих и не забывать. Впервые конкурс провели в 2018 году. Участвовать в нем могли дети от 3 до 18 лет. Главная цель воспитать у подрастающего поколения интерес к истории своей семьи и малой родины, а также раскрыть творческие способности детей. Ребят наградили дипломами, грамотами и подарками. Каждый участник конкурса смог получить свой приз в руках героев Российской Федерации и Советского Союза, которые приехали из Москвы. Да, конечно. Ведь если посмотреть все эти работы, вы можете понять, как глубоко они изучают то, что им поручили сделать. Не просто поверхность. Они очень глубоко копают, они разбираются, вникают. И поэтому они молодцы. Ребята, изучая историю своей страны, они изучают, как правило, через людей. Они, изучая это, понимают, какие люди, какие качества должны быть у действительно настоящего человека. И благодаря этому они, наверное, сами будут стараться стремиться к этому.